У ДК пробивать крипов будет очень накладно, потому что как-никак дэмэджа не настолько много, и если этот дэмэдж еще и забирает Рейзер, то ты просто стоишь и пытаешься добивать крипов какими-нибудь Брисфайерами. И вполне возможно, что Кингвин подстроил свой лейнинг именно так, чтобы Рейзер стоял против Драгонета. Да и в конце концов, можно даже без лейнинга, и просто в драке Рейзер будет высасывать кучу урона у ДК, и он практически ничего не сможет сделать. Тот же Геррокоптер, например, тоже смотрится довольно-таки плохо против Розора, но в общем, пик Рейзера на последней стадии, самым последним пиком для команды Кингвин сейчас, смотрится очень даже хорошо. И под Огр Маджа, он тоже весьма неплохо заходит, но посмотрим, что в итоге выйдет от команды The Final Tribe. В конце концов, пятый пик. Да, все герои отлично заходят под Огро, я согласен, и ты отлично описал все плюсы Розора. Разве что добавлю от себя, что с Аганимом, с левой веткой талантов, этот парень очень хорошо пушит ТВРА. Но опять у нас такой подпуш получился, то есть если посмотреть, СФ ТВРА бьет знатно, Розор может с ультимейта пушить с Аганимом, это может быть быстрый Аганим. Хотя вариантов масса. Вот Эра, например, на прошлой карте делал совсем другой вариант, и он тоже, в принципе, нормальный. Тини пушит ТВРА тоже неплохо, при этом их самих запушить достаточно тяжело из-за Элдер Титана. Ну, в принципе, мне все нравится. И опять же, вот если посмотреть на Апарэйшена, зачастую Апарэйшен контрит различный хилл, контрит нескольких героев. Я, честно говоря, не совсем понимаю, кого конкретно контрит здесь Апарэйшен. Просто закидывает свой ультимейт и неплохо дебафает соперника. Ну, да. Честно говоря, тотальный, на мой взгляд, провал лейнинга сейчас может быть у The Final Tribe. Если, как ты сказал, поставят Йонасом Фана против Экзотик Дира, против Розора, ДК против Розора, а Квапу против СФ, я не представляю, что нужно сделать в Final Tribe, чтобы выиграть линии. Квапа сейчас очень слаба против Шадоу Финда, как и многие герои. Ну, и ДК против Розора тоже не так хорош. Ну, а Гирокоптер спокойно там постоит, конечно, против Тини, но это все совершенно не то. Я бы поставил в очередной раз на Кингвин, если они смогут хорошо исполнить. Тут с собой я абсолютно солидарен. Их пик, завершающийся именно Эрезером для Экзотик Дира. Мне нравится тоже очень сильно. Что ж, посмотрим, что в итоге они нам предоставят во время игры. Будут ли здесь какие-то ошибки. Ну, могут опять ошибиться, мы же знаем эти команды. Кингвин могут просто вот буквально одну ошибку допустить какую-нибудь, отыгрывать супер-супер хорошо и в конце концов им спушат трон. The Final Tribe, конечно, тоже уже таким известный. На прошлой карте мы, в принципе, увидели ту самую ошибку. Они могли абсолютно спокойно ту игру выигрывать, но закинули самую малость. Будем надеяться, что не закинет никто эту. И будет она максимально напряженной, максимально все-таки сосредоточатся игроки. И постараются минимум ошибок нам показать, показать красочную и интересную Best of 3 противостояния. Завершающую карту. Ну и, конечно же, переносимся потихонечку мы именно на ту самую карту. Начинаем смотреть за этим противостоянием. Доты-то сегодня очень много, на самом деле. Уже должен был бы начинаться третий матч, третья Best of 3 встреча. А мы до сих пор досматриваем только лишь вторую. Так что, друзья, довольно-таки долго вам еще придется не ложиться спать и смотреть за интересной европейской дотой. Тем более на турнир Эпицентр. Как-никак, мейджор турнира, на который 100% хочет любая команда отобраться. Наш мейджор, наш. Это единственный, в общем-то, мейджор, на который есть возможность приехать так вот легко, доступно. Потому что все-таки все остальные, это как ни крути Европа, это все сложнее. А здесь вот, особенно для москвичей, а все-таки, насколько я понимаю, по статистике, если брать, то основная аудитория, это как раз Москва и близлежащие районы. Конечно, не в обиду тем, кто смотрит из других регионов. Мы всегда всем тоже очень и очень рады. Если вы хотите приехать на Эпицентр, ждите, когда анонсируют билеты. Насколько я понимаю, их еще не анонсировали. Да, вообще, по поводу квала, там пару слов, может, вы с Джемом говорили. Ведь у нас 12 команд будет на Эпицентре. Много вопросов, за что дали. Ну, на самом деле, не так много, как я думал, но есть вопросы, за что дали на Вайднаве. Все очень просто. Как мне говорили организаторы, Valve разрешают дать команде из домашнего региона, двум командам из домашнего региона инвайты. Поэтому VP и еще Na'Vi. Ну, Na'Vi на тот момент были единственным вариантом. Топ-5 рейтинга, как-никак. Ну и к тому же, кому давать. Вот сейчас бы я сказал, там можно попытаться дать эффект. Но на момент раздачи инвайтов еще было совсем непонятно. Естественно, Secret Liquid Newbie, это все понятно. Ну и стандартные квалификационные слоты. Разве что есть еще какой-то непонятный слот под вот этой Madness квалификацию, где из всех регионов будет выбрано. Понятия не имею, как она будет проходить. Еще ноль инфы. Но попытаются, как всегда, организаторы эпицентра что-то необычное для нас вести. Ну а вообще, конечно, квалификации сегодня будут в Северной Америке продолжаться, в Южной Америке. Единственная квала, по которой пока нет вообще никакой информации, это Китай. Там даже участники не анонсированы. Ну и СНГ квала, она стартует несколько позже. Ну и, конечно же, за СНГ квалификации вы сможете смотреть на этом же канале, и мы тоже ее будем освещать и студии. Ну ладно, масса информации, вернемся к игре. Благо здесь уже начало. Что по лейнингу? Поставили против Разора Триплу. Это грамотное решение. И здесь явно невыгодная ситуация для Кингуэн. С другой стороны, ДК терпят против Даблы, Тини и Элдер Титан, а на миде квапа против СФ. Ну, у квапы сложная ситуация, потому что СФу помогает еще и Огар, а сверху ДК терпит лучше, чем Разор. Но я бы сказал, что плюс-минус равный верх-низ и очень сильный мид у Кингуэн. И они все равно по лейнингу лучше поставили. А если они еще как-то перетянут Разора против ДК и вот эту вот Таблу переместят вниз, то, возможно, будет еще лучше. Хотя, может быть, даже так неплохо. Все-таки сверху два героя. Но самое главное — это мид. Мид сейчас просто квапа. Ну, вы видите ее крипстат. Вы видите, как ей тяжело. Эра добил только что своего первого крипа. И его перспектива плачевна на этой линии. Да, напивается флаской. Действительно, очень много реген приходится тратить. Exotic Deer, в принципе, мидер команды Кингвин по последним двум картам. Примещается сейчас на нижнюю линию. Ну, именно там он и начинал все-таки эту игру играть. Но вот так вот с вопрограмм небольшой произошел. Там SF на мидл-линии немного просел от Эра. Эра все-таки накидывает свои шедоу-страйки. Шедоу-страйки второго уровня. И Queen of Pain все же пытается хоть каким-то образом стоять против данной Даблы. Конечно, очень сложно, но пару крипов она все же с мид добьет. Все очень плачевно у команды TFT. Но должны они хоть каким-то образом пытаться в этой игре отыгрывать. Эра, конечно, страдает. И у Эры все очень плохо. LDH просто приходит сюда. Он откидывается своими игнайтами. Он, опять же, может, если вдруг что еще и подстанет. Ускоряет SF. И все очень хорошо. Exotic Deer, правда, вот сейчас немного проседает уже внизу. Frost должен сейчас уже навешивать какую-нибудь ракетку и пытаться пробивать. Rocket Barrage будет ли Exotic Deer? Ого, как же он Мансит. Как же он Мансит. Ну вот сейчас будет телепорт еще сделать. Но нет. Нет, телепорта нету. И в конце концов. Да, господи, найдите его. Но он все еще там сидит. Что происходит? Подумали, что сделали телепорт. Да. О, боже ты мой. Какой проваль. Эль проваль. Ниша тем временем один. Все-таки разбирается с ним Queen of Pain. Но Ниша также оформляет фраг. Вернее, Лисаху достается. Подходит Кейсер. Хороший момент для Queen of Pain. Смогла она забрать SF. Но вот то, что произошло. Exotic Deer сам не поверил. Причем я вижу второй раз уже, что в этой нычке прячутся. Многие очень игроки профессиональные не знают о том, что можно уйти вот за этого торговца. И там никаким образом не видно. Просто на халяву Razor отпустили. Ну и еще, конечно, великолепный Рокет Бараш, из которого он попал там одной ракетой, по-моему. Это, да, это что-то с чем-то. Queen of Pain 6-3, SF 20 на 7. Несмотря на вот этот вот размен, все равно все плохо у квапы. Все равно слишком много ресурсов тратится на фласки. В то время как Ниша просто стоит и добивает крипов. И опять стагает пассивку. Выход снизу на Razor. Да, вот сейчас его точно убьют. Там, челинг-тач, но очень немало дамежом. Сейчас пропустил для команды. TFT. The Final Tribe. Ну и, конечно же, на Медаллинии Эра все же потихонечку реабилитируется. Хотя не особо-таки быстро. Да, всего лишь 6 крипов добитых. И SF здесь просто не оставляет шансов. Ну, Ниша еще и под Bloodlastом. Так что вообще с ним тачковаться никаким образом не хочется. Вообще сейчас встречаться Эра с ним лицом к лицу не имеет никакого смысла. Но, возможно, потом, возможно, каким-нибудь образом все-таки Эра выформит себе тот же самый Юл. Что-нибудь, может быть, еще интересненькое. И, в конце концов, там с ультиметов хотя бы задувать. Потому что у самого SF довольно-таки неплохо. Экзотик Дир, правда, сейчас пытается высасывать дэмэдж уже из Пабла. Внизу немножечко подстрял. Его приморозили. Он пока что живет. Он высылал уже очень немало дэмэджа. Попытается, наверное, все-таки кого-нибудь разобрать. Потому что понимает 100%, что уже отправляется в таверну. Кейсер приходит. Кейсер видит Курьера. Очень хочется его забрать. Но все же не выходит из инвиза. Потому что прекрасно понимает, что если он здесь и нанесет хотя бы одну тычку по Курьеру, он его не убьет, а сам отправится в таверну. Ну, конечно, да, печально, что у Разора такая ситуация. Но на самом деле это не так критично. Сейчас посмотрим выход в мид. И потом продолжу свою мысль. Да, вот здесь очень опасная ситуация сейчас будет для Ниши. Его в него закатываются. Он слишком мягкий. Он пытается откидаться рейзами. Проворонили этот момент. Из-за того, что рейзер был в таверне и не вернулся на линию. Да и вижены снизу нет. Не совсем поняли. Закончу свою мысль. Да, Разор страдает. Но, в общем-то, у него такая работа в этой игре. Зато патос очень сильно перефармливает ДК. 33-13 на 19-4. И СФ также доминировал над квапой. Но вот все-таки нужно СФ обезопасить. Поставить вар там, с упортом находиться. Ну, это фактически самая уязвимая цель и самая сладкая цель. Пусть выходят на Разоры, которые терпят снизу. Ну, вот они опять идут туда. На этот раз с Эль-Лисах. И опять никакого варда нет. Сейчас опять закатится в СФ, опять его убьют. Ну, вот просто я даже не знаю, что сказать. Но это провал. Пабло. Откидываю дальше на Эру. Эра очень больно. А три грэпа можно было бы даже добить. Возможно. Но, да, дамы же не хватает, конечно. Поэтому нельзя. Но Пабло умирает. Пабло просто догорает здесь. И патос добирает от убийства. Соответственно, уже седьмая минута. Сделано семь убийств. Каждую минуту по одному убийству. Но вот сейчас статистика будет немножечко уже прибирать. Потому что очередное убийство делают игроки команды The Final Tribe. Конечно же, Рейзер просто отовсюду уходит. Ну, то есть, как сказать, уходит. Пришлось ему уйти с нижней линии. Пришел наверх. А тут, в принципе, особо ничего не изменилось. Тут Йенсен Фен. Тут же Фрост. Фрост к нему сместился. Йенсен Фен, возможно, сейчас будет улетать на нижнюю линию. Но Разору от этого лучше не станет. Да, там Разор. Ну, вообще, конечно, вот по вардингу ужасно выглядит команда Kinguin. И по прошлой игре я обращал на это внимание. И по этой игре, если мы посмотрим. Ну, вот нам Observer показывает. На самом деле, не в этом суть. Суть в том, что очень долго они не ставят вард на обзор вот этой вот точки. СФ вышли и убили первый раз. Вышли и убили второй раз. Сейчас там тусуется Огор. Но я уверен, что как только Огор уйдет, СФ окажется опять в уязвимой позиции. Это просто ужас какой-то, что творится с вардингом. И это вот именно ошибка вардинга, ошибка, скажем так, вижена. Exotic Deer страдает. На месте тренера, если он есть у Kinguin, я бы сейчас не знаю. Я бы разбил стол, перед которым сидел. Потому что то, что они творят в начале игры, заставляет понервничать явно. Хотя все еще не так плохо. Они не сильно проигрывают. Но такими темпами... Вот поставили вард здесь. Вот он стоит как раз-таки. Такой, на горочке. Патас чудом уходит. Тут просто на 20 хп каких-то ушел и... В конце концов откиливается. Причем улетел, я так понимаю, все же не на фонтан. Да, я действительно так ушел. Нет, почему на фонтан. А, на фонтан, да, на фонтан заделал. Все правильно, отхилился. Эра. Есть жидо-страйк по Огромаджаю. Ну, в конце концов, да, Огромаг. Все же чувствует себя неплохо. Ну, довольно-таки толстый герой. Все-таки не настолько он восприимчив к такому периодическому небольшому магическому урону. Ну, и внизу вот Экзотик Гир вместе с Элдор Титаном. На самом деле, могут попытаться комбинушку провернуть на Йонаса Фэна. Если получится застомпить, то, возможно, получится и убить Экзотик Гиро. Так, есть Статик Линк. Пытается забрать в нее как можно больше урона. Дабы он хотя бы на линии не мог крипов добивать. Но он может все еще попытаться с Брисфайера такими вещами заниматься. ПТ-шка тем временем появляется уже у СФа. Ну, и СФ разгоняется не по дням, а по часам. Ну, и девятая минута. Кейцар прилетает на низ и просто... Ой, нормально прилетел. Да. Прилетел и улетел. Все, как всегда. Я не знаю, у нас какой-то Элдор Титан по счету за сегодняшний день, который просто делает телепорт и отправляет СФТ сразу после телепорта. Ну, второй вроде бы. Уже третий или даже четвертый. Я даже просто не смотрел первый бестов 3. А, я понял. Я понял, в чем смысл. Ну, здесь он прямо прилетел под Гирокоптера, да еще и Квин оф Пейн подошла. СФ, конечно, несмотря на то, что его пару раз убили, но вот эта сила этого героя очередная. Почему СФа нужно фиксить? Потому что, посмотрите на его Крепстат. Несмотря на то, что его убивали, он просто уходит в лес, там рейзами все зачищает. И по Нетворцу, как мы видим, на топ-3 позиции. Хотя очень хорошо себя чувствует Гирокоптер, которого подфидели несколько раз. Тинни идет на второй позиции, ДК четвертая. Ну, Квапа сильно просела. А вот у Квапы проблема в том, что, несмотря на то, что линия более-менее была с точки зрения фрагов, но очень сильно просела по Крепстату, и на Квапе особо не пофармишь. Ну, Квапа тяжело поднимает деньги. Попытка задлинает вышку будет? Нет. Просто стом. Просто стом. Всех заслипал. Там подходит Разор, но вдвоем они ничего не сделают. Да, ломает Тирадин Тавар уже ниша. Прямо во всем дэм уже с руки немало. Причем есть еще и Бладрайт. Так что ты себя чувствуешь очень даже неплохо на Шитов Финди. Правда, вот сейчас на него пытается вкатиться Пабло. Есть Сноубол, катится вроде как один. Да, ну и действительно, пока что добить его не получается. Фрост раскидывает ультимейт. Там очень сильно пробили Пабло с двух кайлов. Лиаш будет забирать руну Инвиза. Ну и, в принципе, здесь никакого убийства не будет. О, как Гирокоптера красиво выкидывают. Нотти Мега Коэлс. Комбо-бомбо от СФа. Добрый день, я Ниша. Я играю... Вызывайте пожарных тренеру Кенгуин. Ну и чините стол, в принципе, по совместительству. Тем не менее. Стол не только разбит, но и горит теперь. Точнее, стул, наверное. На котором он сидел. Весь Тим Хаос пригорает. Ну ладно, фракты на самом деле забрали, несмотря на этот фейлфест. Это вообще ни на что не повлияло, кроме как на то, что подарило нам немного эмоций. Но нормально. Гирокоптер умер. Это главное. Ну а рейза... Кстати, я хотел вот такую толкнуть телегу по поводу СФа. Но каждый раз, когда я хочу это сделать, в сторону СФ выдвигается делегация. И сейчас столкнет ему... Так. Тифти. Ниша. Не спел. Не успели. Ничего, да. Не покатился Павлом. Так, открывает Кейцера. Кейцер. Очередной раз умирает после телепорта. Вы только посмотрите. Пара тычек. Брюс Фаер. И это убийство для Хэнскена. Жестко. Сайс Бласт, да. Жестко все выкинули. Тиро Дентавр еще будут пытаться пробивать самую малость. Ну, он горит. Он горит от Драгонайта. И, в принципе, должен такими темпами сгореть. Прямо как... Вот. Как тренер Кингвинов. Да. Ну, на самом деле, пока что тренер Кингвинов более-менее себя чувствует. Потому что все равно ситуацию они контролируют. Несмотря на то, что немножечко подфидели. 3-9. Но хорошие... Остаются хорошие нетворсы и хорошие шансы вернуться. Так. Да. Фрост. Фармит кучу стаков. Сейчас просто с кулдауна. Получает немало денег. Ой, хороший выхв сейчас может быть. Но нужно цеплять. Ханскен сразу же пытается убежать. В этот момент. Врыв у нас сверху. Опять рейзы идут очень кривые. В этот момент поймали. Тинни. Хороший стом. Сейчас можно выкинуть двоих. СФ лопнул. Все лопается. Да. Вот теперь все плохо. Каким образом лопнул СФ, непонятно. Но он действительно взорвался. Слишком много смертей. Да. Сейчас по Файтерикапу станет более-менее понятно. Насколько я понимаю, там с Аппарейшеном... Да. Аппарейшен и Таск вдвоем уделали Shadow Finder. И такое урон от Аппарейшена. Неплохо. Неплохо. Ничего себе. Эра на миди-дил линии. Выходит на Exotic Deer. Exotic Deer к нему сразу же присасывается. Но здесь есть No Ball. Это был Байт. Пабло заходит в World's Punch. Закидывает. Есть Ultimate от Эры. И, конечно же, отправляется в таверну Razor. Дальше. Ниша идет за Пабло. Не слишком ли он нагло действует? Да. В итоге не добивает все-таки Тускара. Ну и сам за это не платится. Приходит сюда Йонасом Фэн. Может закинуть Брэсфайр. По двоим. Пока что пробивает Тускара. Пабло все же отправится в таверну, отомстил за своего тиммейта Пейтас. В конце концов пытается хоть каким-то образом Йонасом Фэн жить. Не так много дэмэджа с Реком Офсоус. Но все-таки Ханскина получается пробить. Очень хорошие два койла. Отправляется СФ в таверну. В итоге пока что размен не самый лучший. Хотя очень даже масштабный, я бы сказал. Кейтсер. Нечем сбить телепорт. Кейтсер выживает в этой ситуации. Соответственно, 7-13 счет на этой карте. 2000 преимущества за командой The Final Trailer. Еще и Фроста ловят. Пейтас! Как же неприятно. Жесть. Фрост выживает на каких-то лоу хп. Там бросок дерева вслепую. Эх. Это был бы очень хороший фраг. Потому что у Гирокоптера слишком много. Его нереально расфидели. Он поднял 530 золота. Да, Тинни отлично отыгрывает. Вот Пейтас действительно классно проводит пока что конкретно третью карту. Чего тяжело сказать о всех игроках. Но посмотрите, как же разваливает Гирокоптер с оверлевелом. Как же много магии залетает еще и под аппарата. Теоретически под аппарата. Не сейчас, конечно. Но вообще он может поставить воронку. Там и ДК, и Гирокоптер. СФ просто лопается. Он уже слишком много смертей наотдавал. И здесь, я думаю, СФу уже нужно задуматься о Блокингваре. В общем, не буду пока ничего говорить про СФу. Это больше касалось стадии лайнинга. Мое замечание. Здесь СФу нужно БКБ, безусловно. Гирокоптер 7200. Как же он разогнался. Еще и Тинни ловят. Тинни это топ Нетворс в команде. Ну, правда, СФ его сейчас обогнал. Пошла ульта Опарэйшена. Не попадает, по-моему, ультимейт Опарэйшена. Закрывают шардами. Видят все равно, кидают урну. Боже, как же этот Тинни хочет жить. Но нет, он в таверне. В итоге Ханскин забирает фраг. А тем временем Гирокоптер находит Элдер Титан. Титан активирует Шрайн. Пытается сделать ТП. Шрайн работает. Шрайн выхиливает. Но это минус Шрайн. Что тоже неплохо. При этом Гирокоптер идет дальше. Сумасшедшая агрессия от The Final Tribe. Они давят везде. Там еще и ДК поддавливал Разора на верхней линии. Фрост. Уже потихонечку пробивает линию. Будет ломать, наверное, тирадин Тавр. Но, в самом деле, здесь уже приходит и Алиаш. Откидывается своими Игнатами. Игнатами Борисовичами. Игнатами. Игнатами. Это уже слишком. Хорошее имя. Да уж. Эра. Ну, вот стаки, которые делаются для Гирокоптера. Почему бы их не зафармить, на самом деле. Что ж. Окей. Ну, в пенсибе что-то несет. Что несет? Возможно, был в Дискорд. Скорее всего. Скорее всего. Иначе это как-то нелогично. Нелогично. Рецепт, рецепт, действительно. Да, он есть. Уже и шлем, и все. Под аппаратом, под Гирокоптером. В общем, без БКБ здесь будет очень тяжело. Там СФ просто лопнет буквально за долю секунды. 3000 преимущества за Final Tribe все еще остается. Но здесь тяжело что-либо говорить, потому что и то, и та, и другая сторона может потащить в теории. Как мы видим, СФ все-таки, как бы его не убивали, его команду, он слишком быстро фармит, он догоняет Гирокоптера. Ну, потому что Гирокоптер опять выбрал слоу билд. Он опять выбрал Аганим. В этот раз Аганим будет ранний, поэтому он, скорее всего, не просядет по фарму. Но, опять же, если бы он выбрал Яшу, он бы гораздо быстрее летал. Хотя здесь это не голый Аганим, это Аганим с барабанами, поэтому чуть получше. Интересно, что он выберет дальше. Логичнее всего с Аганимом смотрятся артефакты, которые усиливают вот эту вот тычку, могут усилить. То есть, я говорю про Мейлштромы и тому подобные айтемы. Собственно, аналогов, на самом деле, Мейлштромы нет, поэтому это единственный вариант. Но фармит знатно, фармит, конечно, хорошо. Фрост здесь, да, очень хорошо все сделал. А, тут Хэнскен. Ой, сейчас может быть драка, здесь в Смаках выход. Нет, Паттас будет запрыгивать, но Шайн прожали, и все фуловые. Кингвин, увидели. Смог. Смог тоже заметили. И должны, на самом деле, сейчас, может быть, развернуться. Ти-фти. Кингвин все еще здесь. Ну, и увидели, увидели друг друга. Пэнта запрыгивает, попытается пробить Элдер Титана как можно скорее. Правда, есть сон. Ниша. Могут быть большие проблемы, хотя Эра тут очень сильно пробитый. И высасывает демэдж Экзотик Дир из Йонаса Фэна. Ниша все-таки отправляется в таверну. Дальше Хэнскен хоть каким-то образом жить, но не выживает ни в коем случае. То с Тосами на него закинули Разора. И, конечно же, это минус 4 пока что в исполнении команды Кингвин. Размен 2 в 4. И, конечно, ну это был почти тимвайп, на самом деле. Там Фроста хотели добить, но решили ему все-таки дать спуску. Не особо-таки душить команду The Final Tribe. Но душат. Душат Кингвины, душат. Тирадин Тауэр пытается уже пробить. Надо давить. Надо давить и додавливать The Final Tribe. Конечно, топ-10 на карте сейчас Гирокоптер. Но Гира пока что не решает в этой ситуации. 11-18 счет. По убийствам преимущество за The Final Tribe. В принципе, по золоту тоже самая малость. Но игра довольно-таки ровная. И Кингвины уже со своим агрессивным билдом, с агрессивным пиком. Должны сейчас это преимущество пытаться переворачивать. Ну, они напали в прошлый раз в тайминг, когда у Гирокоптера, насколько я понял... Он же фармил только что, прямо перед дракой. Он, скорее всего, использовал флэг и коллдаун. Но у него ничего в драке не было. Естественно, главного кэри не было. И ничего сделать не смогли. Так, сейчас патос. Нападение на Queen of Pain. Через 3, 2, 1. Закидывает. Это Валанчера. Ну, это... Он как-то очень странно закинул. Да, и потом еще не повезло. Подкинул крипа. Там краешком зацепил станом. Поэтому очень мало урона было нанесено. В общем, Гирокоптер, если будет в драке с флэгом и с коллдауном, будет совсем другой файд-рекап и совсем другой результат. Но, в целом, рисунок игры не сильно поменялся, на мой взгляд. Ну и Гирокоптер сразу делает БКБ. Ну, в принципе, хоть я и говорил про Мелл Штром, БКБ тоже нормальный вариант. Потому что с БКБ Гирокоптер не боится макроскаста, а здесь и Тинни, здесь и СФ. Он может просто зайти и начать стрелять. А вот ты был прав, кенгуины идут реализовывать. Ну, скорее всего, блинг. Правда, ничего не видят вообще. Их читают. Йонас Мфан спрятался. Его могут попытаться найти. Поставили вард, понимают, что никого здесь нет. И... Ниша. Ниша просто уже... Ультой. Не может ждать. Ультой! Жми! Михалыч! Представляешь, насколько будет стрёмно, когда ты стоишь на ДК, ну, смотришь за вышкой там где-то в лесу, и видишь, как ультой СФ вылетает из-за гор. Ты понимаешь, что что-то там произошло. На миде Огр телепортировался. Но, возможно, это опять байт на Огра. Да, так и есть. Байт на Огра. Огр съеден. Съеден, кажется, и Разор. Хотя нет, он всё ещё живёт. Отличный ультимейт залетает в него, моментально лопается. Сверху ульт Квин оф Пейн залетает в помойку. Да, да, да. Ну, непотребства какие-то творят ТФТ на этой карте. Да, нормально. В общем-то, на случай, если бы Разор выживал, его бы добило. В любом случае, скорее, непотребства творят Кенгуин. То есть, они закидывают Огра, как наживку, но никого не ловят на эту наживку. В итоге, сначала забирают Огра, потом под цепочки Разора, потом никто не подошёл, ещё отдают вышку. ТФТ всё делают отлично. И то, что ультимейт Квин оф Пейн улетел в молоко, это вообще не так важно. Всё равно выход реализован. А ультимейт ещё поедет как-нибудь. Да, очень похоже на рыбалку, когда ты просто бросаешь там, я не знаю, хлеб или свою наживку в реку. Тем не менее, Ниша. Сейчас его могут попытаться поймать. И есть, конечно, World of Spine. Должны его добивать такими тэпами. Последняя точка Атеры. И очередное убийство для команды The Final Tribe. Очень неприятно, что Ниша умирает. Ниша, первый Нетворс для своей команды. Ты приходишь на рыбалку, сначала ты насаживаешь небольшой кусочек, но когда рыба клюёт, ты ничего не делаешь. Потом ты насаживаешь огромный кусман, что абсолютно нелогично. И тоже ничего не делаешь, как вот сейчас с СФ. Потом ты просто берёшь и начинаешь кидать всю наживку в воду. И это очень напоминает игру Кингуэн. Во всяком случае, вот конкретно на этой карте. Потому что они сначала продавали СФа, потом они продавали всех других вот сейчас на миде. Потом СФ опять отдался. Абсолютно не читая. Ну, короче говоря, на более высоком уровне игры вот такие выходы — это просто слив игры. Ты сольёшься пару раз против команды, которая делает всё очень чётко вначале, и она тебя просто задавит. Ну, опять же, какие-нибудь китайцы, которые сейчас играют постоянно в пуш, или любая команда, которая возьмёт агрессию, скажем, те же... Вот, так, смотрим. Ну, здесь отличная игра от Таска. Здесь хорошо поймал, что, в принципе, не меняет сути. СФ опять лопнул. Да. Баранин СФМ. Ещё один. Ещё экзотик дир. Закидывают Кингуэн. Очень серьёзно закидывают. Уже 7 тысяч преимущества за командой The Final Tribe, ну и, конечно, сейчас Пейтас. Или Патос. Патос. Пытасы сделать телепорт. Да, Патос, Арамис. Патос, да. Патос, Арамис и Датаньян. В общем, по акции как-то у нас Кингуэна отдаются. Там бесплатный... Сначала бесплатный СФ, потом ещё бесплатный Разор. Продолжается фит. В этот момент Тинни. Сейчас будет супер-мега-байт. Возможно, нападёт на Квин оф Пейн. Ой, там начинается драка. И, кажется, Тинни... Тинни ходил за Квин оф Пейн такой. Ну и сейчас, ну и сейчас. И Титан стоял рядом, думал. Ну и сейчас я тоже. Помогу ему. Но в итоге Титану просто на голову упал Драгон Найт. И Тинни остался ни с чем. Такое бывает. Ну, короче говоря, тут какая-то потеря темпа тотальная. Какой же фраг безответный мы смотрим? Ну, СФа убили раза три в последнее время. Действительно, команда Кингуэна пока что не может ничем ответить. 24-11 счёт. 24-го минуты игры. Ну, вот прям, я не знаю. Такое ощущение, что Кингуэна просто устали с сегодняшних игр. Хотя, в принципе, ты точно не помнишь? Они обыграли Пентаспорт с... 2-0. 2-0. Но вот они играли меньше, чем команда The Final Tribe. Видимо, The Final Tribe всё же более выдержанная в этой ситуации. Да я не вижу никакой усталости. Это не похоже на усталость. Усталость, когда, ну... Здесь просто ребята бегают и фидят. Давай называть вещи своими именами. Не то, чтобы это... Как бы их... Я хочу каким-то образом унизить, но это факт. То есть, это... Это чёткий факт. И даже The Final Tribe ничего с этим особо не делают. Они просто бегают в Shadow Blade'ах и собирают. Любой инвиз — это фраг. Вот практически любой выход в инвизе или найденный инвиз — это гарантированный фраг. Сейчас забирают Рошана и уже готовятся к тому, чтобы заканчивать игру. Сейчас БКБшчики дофармят. Вот The Final Tribe пока что не подкопаться. Они всё делают хорошо. На. King Winner. Забирают всё-таки Тираден Тауар. Ну, а в это время The Final Tribe фармят. Просто абсолютно спокойно. Герокоптер продолжает отрываться по золоту. Он уже обгоняет своего визави на 3000 по Net Wars'ам. Эра в это время уже имеет. Вот сейчас, вот сейчас. На квапу. Поехали. Бьём. Испирит Весел. На нишу навесили. Ниша. World of Sponge. Залетает ультимейт. Пытается ниш раскастовать свой Requiem of Souls. В итоге он попадает под моим героем. Но в итоге ни на кого не надамажил. В конце концов уже отправляться в таверну Патос. Очень сильно пробитый The Final Tribe. Но в конце концов будет пытаться ловить ещё кого-нибудь. Эляш отсюда улетел. Кейцера, скорее всего, тоже не поймают. Уже он очень далеко находится. Делает телепорт. Ну и спасается из этой ситуации. Снова безответные убийства от команды... Ну, убийства делал от команды The Final Tribe. А фидят, конечно же, Кингвин. И снова ничего не получается. Я просто не понимаю, зачем они дальше дерутся. Ну, на самом деле, да. Окей. The Final Tribe неплохо ловят. Но с другой стороны... Кингвин вроде как даже довольно-таки далеко в конце концов заходит. И позволяет себя ловить. Да даже не в этом дело. Я думаю, тренер уже в больнице у Кингвин с сердечным приступом. У СФ есть БКБ. Он выходит на Таска. Таск снимает СФ по итогам. Больше половины ХП, и СФ умирает. Потому что просто не нажал БКБ. Ни реакции, ни какой-то предвидения ситуации, что Таск сейчас в тебя поедет. Ну, ничего. То есть банально не жмёт кнопки. Это уже следующая стадия. То есть сначала мы фидим по одному, потом мы не жмём кнопки. Очень мне напоминает это... Ну, опять же, без обид. Просто из ярких примеров, из последнего, что я очень много смотрел, и подробно, по понятным причинам, похожая игра была ВП против Evil Geniuses. Там тоже у нас ребята, ну, по понятным причинам, видимо, потому что уже в команде было что-то не так, не жали кнопки. Здесь я не думаю, что в команде что-то не так. Потому что с Кингвин и так играют каждую вторую игру. Но факт остаётся фактом. Надо нажать кнопки. И шанс отыграться ещё есть. Десять тысяч. Это ещё не так много. Двадцать шестая минута. Можно постараться сделать камбэк. Да, это тяжело уже. Но если нажать кнопки, то всё будет гораздо лучше. Ну да, лучше сделать хоть что-то, чем не делать ничего абсолютно. Но вот Пабло с этим не согласен. Хотя, в принципе, ну да, да. Здесь всё-таки Кингвины смогли сделать двенадцатый фраг. Так, наконец-таки, примерно десять минут. Ну, может быть, чуть поменьше было без фраг для этой команды. Поздравляем их. Возможно, это начало чего-то чуть более хорошего, чем было последние семь минут. Будем на это надеяться. Пока что Тинни. Тинни в инвизе. Тинни видит троих. Ставится здесь в арт. Правда, не сентри. Подтос. Засыпает. Довольно-таки неплохо. Но, в конце концов, пробить, конечно, никого не получается. И просто распродажу устраивают игроки команды Кенгуин. Там вот сейчас продали Тинни. Что же будет дальше? Ну ладно, Тинни на самом деле ходил гангал в инвизе. Он там пытался кого-то найти. Просто он рассчитывал найти одного, а нашёл сразу всех. И получилось не очень приятно. Но, тем не менее, идёт сплит-пуш. Такой. Я вот, честно говоря, не особо понял, почему он не сделал телепорт. Точнее, blink. Немного в другую сторону. Тобишь к себе обратно, как только увидел троих. Да, я думаю, что он не убежал бы там. Ну, там к лопату. Короче, куда я сделал, туда я сделал. Уже не важно, что момент закончен. И сплит-пуш у нас вовсю идёт. Да, будут заходить. За Final Tribe, возможно, даже ломать Тир-2 Тавра. Но сюда делаются телепорты. В итоге, не настолько перспективно смотрится данный вариант для этой команды. Да, тут кейсер. Получает ракетку. Правда, уже сам находится довольно-таки далеко. Здесь есть Dragon Knight. Dragon Knight, который, безусловно, не полетит по Тир-3 Тавра. Как-никак, команда за Final Tribe вроде как-то таким не славится. Это же у нас... Не совсем безбашенный, ребята. Они сейчас ещё, я думаю, закинут. Я вот жду, сижу. То есть, как бы игра уже, казалось бы, скучна и всё понятно. Но я жду, когда за Final Tribe сделают что-то, что... Как на прошлой карте? Ну, на прошлой карте, скорее, это было не так очевидно. Потому что даже если бы они там отошли, ещё надвое можно было бы сказать, что бы произошло. Возможно, они бы и закончили. Но, возможно, Медведь их всё-таки бы поборол. А здесь у них явное преимущество, и всё в их руках. Но сейчас они... Это The Final Tribe. Это Юнос Мфан и Эра. Они не могут просто так не подруинить. Вот сейчас. Так, ну-ка. Рейзы. Так, всё видим. Идём дальше. Тинего растает прямо на глазах. И вот-вот он. Вот он. Тот самый выход на Queen of Pain. Ну, давайте. Давайте. Вот-вот. Жернокоптеры видим. Queen of Pain. Подбрасываем в воздух. Пошли. БКБшки, БКБшки жмём. БКБшки СФ. Ой, боже ты мой. Нажал всё-таки в конце. Но всё равно часть КП потерял. В итоге разваливается. Гернокоптер выживает. Нет, здесь продолжается заброс только от одной из команд. Ну, я не понимаю. Я не понимаю, что происходит. Почему не нажать БКБ сразу до того, как тебе влетела половина магического урона. Ну, это же... Это же жесть. Да. Я... Это жёстко. В принципе, две с половиной тысячи сейчас получили игроки команды The Final Tribe за этот файт. Немало золота вынес себе Dragonite. Dragonite там, на самом деле, такая довольно-таки забавная ситуация была. Тини на лоу-хп. Тини почему-то топтался на одном месте. Не собирался уходить. И просто Тинсов М по нему одну тычку отвесил. Он сгорел, и там разогрел не только один он. Он был подвесителем, и, скорее всего, всё равно бы погиб. Тем не менее, я думаю, что на самом деле, если бы даже нажали БКБ, уже слишком тяжело. Queen of Pain немножко не та была цель, и развалить её не смогли. Ну, теряют бараки. Да, я был, кажется, неправ. Я ждал Закидона от The Final Tribe, а в итоге у нас Kinguin. Ну что, будет что-то дальше? Сайленс. Огру вешают, ломают вышку. Просто на отступлении. Посмотри, какие красавцы. Они ещё и уходят, не давая шанса каким-то образом себя подцепить. Бам! И ещё Огра накрывает на базе, который явно не ожидал такого подарка. Покупает гем в самое время. Бедные ребята из Kinguin. Ну, кстати говоря, вот настолько провальный вышел Ганг, потому что они вышли вслепую. Они увидели Квапу, но если бы у них стоял Вард чуть пораньше, они бы увидели Герыча, можно было бы попытаться ворваться на Герыча и забрать его. Безусловно, был такой вариант. Ну, пока что мы видим с вами очень такую, знаете, картину неприятную, кривую. Немножечко там по графикам. Я думаю, что примерно то же самое происходит. Да, вот команда The Final Tribe лидирует уже в 16 тысяч по золоту. Счёт 12-31. Просто какое-то вытирание команды Kinguin. Ну, Kinguin сами себя заставляет в итоге просто пробивать, я не знаю, себя забирать. Потому что, ну, как ты правильно говорил, не жмут кнопки. По макроигре тоже какие-то проблемы. Там позиционка хромает. SF могут фокусить. SF вот и прожимает БКБ в конце концов. Но тоже уже делать особо-таки ничего не может. Дамажа от него не так уж и много. Байбеки. Байбеки, пока что, имеется у всех. И коллектив Kinguin. Вот это хорошо. Вот это хорошо. Но БКБшечка. Хотя всё равно под Тир-4, ну, хотя бы какой-то шанс. Ещё и выталкивают Кейсера. И Кейсер живёт. Ну, здорово же. Отличная оборона. Только не факт, что этого хватит. SF даже нажал БКБ в этот раз. И её на Сумфана пытается добить. Добивает. Какой ульт от Элдор Титана! Бог ты мой! Что творится? У меня аж всё упало со стола. Это жесть. Почти развалили. Вот чуть-чуть мне хватило добить Тиру и Пабло сейчас. Три с половиной тысячи для команды Kinguin. Всё ещё. Кучу урона внёс всё-таки SF. Ну, действительно, в том случае неплохо разыгрались. Но всё же ушла. In of Payne ушёл тускар. Да 3К подняли. Да? Да, это очень неплохо. Но всё ещё 14 тысяч за командой The Final Tribe имеется. Ну, если также дальше будут драться на хейграунде Kinguin, то, в принципе, может что-то получиться. Но я не уверен, что снова всё-таки The Final Tribe подставится под весь этот прокаст. Ну, это будет сделать во всяком случае сложно. Да, это возможно. Тем не менее, вероятность стремится... Да, нормально. Всё может быть. Всё может быть, если хорошо сделать. Вот с чего начали. Вообще, Тинни и Elder Titan всё-таки, они в этой игре, ну, пытаются быть красавчиками. Потому что Тинни постоянно бегает, он пытается делать фраги, даёт разведку. И сейчас он выбросил ДК, Elder Titan подсейвили. И он с разворота дал шикарный ультимейт, который позволил, ну, отбиться. Благодаря этому поднимают кучу золота. И сейчас, может быть, у Тинни появится БГБ. Ну, шансы есть. Хорошая ульта Elder Titan — это шанс всё изменить. Главное сейчас законтролить Рошана. Я всё-таки верю, что есть ещё пора... Ну, каждый раз, когда я верю, просто опять начинается вот это вот... Ну, ты понял. Не нажимание кнопок и тотальный провал. А гем у них всё ещё есть? Вот я, честно говоря, не обратил внимания. Да. Да, всё ещё есть. Ну, хорошо. Гем есть, значит, есть хоть какой-то мап-контроль. БГБ на Тинни появляется. Сейчас важнейший момент. Сейчас Рошан. На Рошане можно очень круто подраться. Увидят курицу, увидят, что она летит на Рошана. Понимают, что Рошан будет забираться. Мид спушен, но мид можно контролить и при этом контролить Рошпит. Не позволять пропушиться этой линии. Ну и Рошан на стоянии у нас. Но есть одна проблема. У команды The Final Tribe практически три кор-героя. Это Янусом Фэн. Это, конечно же, Queen of Pain эра. И тот же самый Гирокоптер. Очень сложно будет... Вот-вот-вот сейчас. Но как всё... ДК подцепили. Всё-таки удается раздамажить его неплохо. Где же ульта Титана? Но... Нет, ульта Титана не попадает. СССР опять не жмёт. БКБ не может бить Драгон Найт. А в итоге Драгон Найт уходит. Погибает Разор, но погибает и Queen of Pain. Тинни старается как может. Байбэк у нас от Queen of Pain. Патас до конца. У Патаса нет Байбэка. Убивает уже двоих. Пошло. Поехало. Минус четыре. Минус пять. Это тотальное вытирание команды из пяти мужчин. От команды The Final Tribe. Они должны идти на хайграунд. Или может быть даже на Тир-4. Нет Байбэка у Тинни. Нет Байбэка у Разора. И довольно-таки долго они все будут сидеть в таверне. Есть, конечно, ББ у Shadowfinde. Надо его развести в конце концов. И вот ценой Байбэка на Queen of Pain всё равно получается выиграть эту драку. И выигрывают они также для себя ещё и по золоту. Байбэк полностью окупился. Гуд гэмблблейт. Я попрошу наших замечательных режиссёров, если есть возможность... Ну, вот, конечно, после игры, когда мы уже передадим слово, этот момент с финальной дракой обязательно показать. И вы все его дождитесь. И просто посмотрите, как бы мы могли быстро разобрать ДК, если бы СФ вместо того, чтобы... Я не знаю, что он там делал. Просто нажал БКБ и бил бы Драгон Найта. Был шанс убить ДК. Убили бы ДК. Всё могло развернуться совсем по-другому. Но СФ просто стоял. Не нажал Black King Bar. Получил стан. ДК успел за это время отступить. И урона просто-напросто не хватило. Ну, я не знаю.